И снова здравствуйте! Сегодня день пустой, я видео не выкладывала, даже не заходила утром сюда, потому что знаю, что никто ничего мне выкладывать не надо, никто ничего не напишет. Пришла с рынка, ходила именно за овощами. Но вот помидор не купила, и, наверное, зря, нет у меня помидор. Ну ладно, покажу, что я купила. Я купила, во-первых, капусту, мне как только взвешили вот такое вот кочанище, мне уже расхотелось все овощи покупать, потому что он такой тяжелый, он такой тяжелый кочан. Мне вообще-то надо был кочанок, этот самый, пекинской капусты. Я очень хочу голубцов, но ее нету. Она была летом, а теперь ее не стало. А теперь не стало. Зато вот эта вот капуста от рынка у нас продает килограмм 74 копейки. Сколько он у меня завешал, я, слушайте, я даже и не знаю. Короче, у меня синенький и кукуруза, все это 4,99. 5 рублей завешала. Так что в основном вот этот вот кочан. Я, наверное, сейчас, я его навряд ли, навряд ли я его разберу просто так по листикам. Это надо взять миску или большую кастрюлю, воду нагреть и целиком его опустить. И только тогда тут, ну мне же не хочется, чтобы он весь стал вареный. Вот, мне же хочется из него еще и салатик сделать. Поэтому никаких голубцов я делать не буду, потому что он очень-очень твердый. Я лучше просто стушу капусты. Порежу, порежу, добавлю, добавлю морковки и натушу капусты. И котлетки сделаю. Фарш у меня уже размораживается. Вы видите, там стоит уже. Я даже батон уже намочила. Вот, купила два синеньких. Потому что в этом году я их еще не ела. Я купила. Они у меня лежали. Как-то у меня было так много овощей. И это самое. И помидоры, и огурцы, и синенькие. В общем, все, что угодно. И я их просто почистила. Хотя это не надо было делать. Они были такие молоденькие. В мешок пакет и в морозилку засунула. Они где-то у меня лежат. Но я же их не ела. Я их хочу. Но я смотрю по видео, кто их ест. Никто не очищает вот эту шкурку. А вместе со шкуркой готовят. Я, наверное, то же самое сделаю. А я, вы знаете, их никогда не вымачивала в соленой воде. Вот когда в прошлом году, допустим, я делала их, жарила, я никогда их не вымачивала. И они никакие не горькие. Почему про них говорят, что они горькие? А еще сегодня у нас привезли эту самую кукурузу. И мне ее так захотелось. Я так люблю, как она пахнет. Ее ж, наверное, в этой шелухе варят. Вы знаете, я очень многое вот после болезни, когда у меня там память была немножко, отскочила. Я то, что я делала в молодости, как-то я прямо уже и забыла как. По-моему, ее не надо очищать вот от этой вот шелухи. Ну, вот немножко можно снять, правда? Зачем она так? Вот, надо большую кастрюльку поставить. Думаю, возьму себе две штучки. Много зачем ее? Я ж не продавать ее понесу. Я для себя. Ну, вот. Аришка говорила, все, день рождения у тебя отошел, приезжай ко мне завтра. На полдня. Наготовь там поесть, когда Костя придет на обед. А ты, мальчишек, забирай, Максюшка со школы придет, забирай его, Мишку, это самое, и приезжайте ко мне хотя бы на полдня, пока Костя с работы придет. Ты отдохнешь. И я порадуюсь. Она говорит, нет, надо убирать, надо то. Вот она всегда, она слушает, она вся в делах, вечно вся в делах. Ой, хозяйственная моя девочка. Вот, худенькая такая, такая худенькая стала. Я говорю, Аришка, ты плохо кушаешь? Она говорит, нет, я хорошо кушаю, просто Мишка такой беспокойный. Ночами встаешь, я говорю, неужели он уже, уже большой, плохо спит? Она говорит, зубы идут, и вот все, вот ночью просыпается, то водички попить, то пахныкает, то еще что-нибудь. Ну, ладно. Так, что я еще купила? Купила батон, потому что у меня там на это самое и батона нет, да и на котлеты там маловато. Там вот таких вот маленьких, три кусочка всего лишь у меня было. Вообще хотела хлеба купить, вот этого. Давно я не покупала хлеб, сольном, но, увы, думаю, ну что ж я, мяукал, есть просил, теперь мяукает, сидит на улице, ему надо срочно. Посиди и помолчи. Он стал есть больше, знаете, вот стало холодно, и он стал больше кушать. Чаще прибегает домой. Я тут сварила суп, вчера с этим сплавленным сыром. Ну, вы знаете, вот, когда я варила суп с плавленным сыром, то я ложила в прошлый раз сыр янтарный, вот этот вот более мягкий сыр в баночках, суп получился красивее. Он сыр весь так растаял, такой хороший, а купила просто плавленый сырок, дружба какой-то, шмяканиной, это самое. Он не растаял. Он, я его давила там, вот этой вот картофеледавилкой этой, вот, и он все равно кусками у меня как-то остался. Вот плохо, такие вот плавленые сырки плохо. Больше так не буду делать. Ну, так как никого не кормлю, то сама, конечно, съела. Но сырок плавленный, но он же, какая разница, кусочком или так. Он в среднем немножко растаял, а в основном кусками. Так, купила десяток яиц. Так, переворачиваю. Яйца у нас по два и по два двадцать. Я взяла по два двадцать для того, чтобы были покрупнее. Сейчас я посмотрю, какие они. Ну, вот такие вот нормальные. В принципе, скоро яйца тоже кур берет, станут особенно хорошо нестись, потому что становится холодно, быстрее становится темно, и куры перестанут. Да, иди ты, посиди здесь. Сядь ты, посиди и помолчи. Посиди и помолчи. На, понюхай кукурузу. Ну, как-то никогда, вот стыдно признаться, но я никогда не ела грибы. Вот эти вот. Вот эти вот. Грибы. Я покупала, но только уже в банке. Готовые такие, маринованные, если делала какой-то салат или, ну да, салат в общем-то. Вот. А тут, смотрю, одна дама там все время жарит какие-то омлеты и вместе с грибами. Говорят, их даже можно есть сырыми, но я к этому делу отношусь. Я не знаю, их надо как-то чистить. Продавец мне сказал, разрезать их только кусочками с маслом и долго даже не обязательно жарить. В общем, я взяла три больших гриба. Вот. Зачем взяла, я не знаю. Вот что-то мне захотелось. Захотелось что-нибудь. Что мне с ними сделать? Я же помидоры я не купила. Ладно, пусть они полежат. Я пока пока придумаю, что мне с ними делать. Не бросать же мне их в капусту, правда, в тушеную. Это весь вкус перета самое пропадет. Взяла кусочек колбасы опять, потому что мы тут со шмяком доели, которая была. Я взяла опять эту докторскую, люксовскую. Такая, без сала. Я же говорю, что он у меня даже суп со мной ел. Он, конечно, это самое, картошку, там что, это ничего не ел. Но жидкое вот это все с сыром он с удовольствием съел. И колбасу со мной в прошлый раз съел. Голод не тетка. Хотя я его все время кормлю. Печенку я ему я ему всегда покупаю печенка утром, вечером сырая есть у нас. Да? Шмячок замурлыкал. И это самое и сушка все время стоит. В любое время приходи. Ну вот взяла 300 грамм. Я не беру помного, потому что я не люблю, когда колбаса заветривается. я ее жарить. Ой. Ой, простите. Что-то я немножко это самое прямо как-то я и покашливаю, и чихать даже начала. Да. Как будто насморк появляется. Такое какое-то неприятное состояние какое-то немножко простудное. Вот. И что еще я взяла? Я взяла рулетик. взяла рулетик. Это в нашей наш рулетик белорусский. Но это самое стоит рубль шестьдесят. Да, грибы мне завешали один рубль. А колбаса это килограмм семь рублей восемьдесят две копейки. Здесь триста грамм. Вот. На рулетике стали у нас какие-то такие маленькие, ну совершенно маленькие. Я раньше не замечала, не обращала внимания, какого размера они были. Но я знаю, что как-то вот в этих упаковках там был большой рулетик. Распаковываешь, и там он такой на подножке большой. А здесь стал, ну прямо вот точно как мороженое. Все уменьшается и уменьшается, как пачка с маслом. двести сто восемьдесят теперь везде сто шестьдесят. Вот. Это называется такое вот хитрое повышение цен. Вот. Этот рулетик стоит рубль шестьдесят. В фиксе я покупала за рубль тридцать, по-моему, рубль тридцать три. Вот. А тут думаю, пусть у меня будет, мало ли что. Вдруг Оришка надумает приехать. или кто-то. У Люды сегодня выходной. Выходной. Люда, значит, она в деревне. Они еще не собрали весь свой урожай. Она говорит, у нее тыква вот такая вот. Пятнадцать килограмм, говорит, выросла. Вот. Так что вот Людуси моя хозяйственная девушка стала. Вот. Все, мои дорогие, пойду-ка я заниматься делом. Сейчас я это все уберу. Вот. Пойду делать котлеты. Начну резать капусту. Пока временно мы с вами и от вас отключаюсь. В общем, разложила я все по местам. И потом вспомнила, что я же не купила кетчуп. Поэтому я сегодня капусту делать не буду. Капусту делать не буду. Так. Булка моя вот свежая булка моментом стала мягкая. А та, которая чувствует, что-то никак не хочет размягчаться. Вот. Поэтому я сегодня делаю котлеты. Котлеты у меня фарш котлетный. так он и называется. Я так думаю, что там что-то есть. А что там есть? Я каждый раз думаю, надо мне почитать, что же там написано. И каждый раз я забываю. Сейчас я туда немножко добавлю лука. Да, чуть-чуть. Чуть-чуть. и быстренько поставлю жариться. Я поставила уже это самое вариться кукурузу. Она еле-еле у меня поместилась в кастрюлю. Такая она большая. Но я попросила такое. Говорю, дайте мне большую. Так, сейчас мы порежем. О чем же это мне с вами разговаривать, пока я буду вот это вот... Не люблю готовить на камеру, потому что... Ой, я не умею это ничего тут так вот рассказывать. Лень была эту каплю лука. Мне это самое лука я тоже не купила. Я вам рассказывала, почему я его не купила. Что я купила одну мученку только. Раньше, когда вот Аришка у меня жила и я делала котлеты, то я всегда его лук этот на терку терла, потому что Максюша уже не ел. Ни в коем случае не ел бы эту котлету, если бы он нашел лук. Не знаю, как там Ариша сейчас это готовит. Соли конечно немножко надо добавить, потому что все-таки даже если там фарш есть, соль, то что тут у меня тут есть? Приправа для курицы. Я думаю, что можно добавить приправы для курицы. Правда? Ой, пусть будет немножко. У меня почему-то в этих баночках вроде бы герметически закрыто. герметично и это самое и все клежа и все равно она царевает. Так, перец черный тоже надо. Тоже надо немножко. Какая у нас сегодня погода хорошая. Слушайте, наверное, бабье лето началось. По телевизору говорили, что градусов 14 только по-витебску, но я на градусник посмотрела только утром, когда глянула, что замороженная крыша и что на листиках, а розы-то цветут еще все. Их надо обрезать. Я кое-что пообрезала. Так, все, теперь можно помешать и положить. Так, надо включить газ, пусть греется сковородка. Пусть сковородка греется. Вот. Я помыла синенькие свои. Не знаю, что мне теперь делать. Я же не купила этот самый кетчуп. Пока без кетчупа, капусту, и это вот без кетчупа. Я люблю, чтобы было остренько. Я покупаю в такой красной банке бутылки этот самый, как он называется, шашлычный. Вот. У меня есть кетчуп, но я его купила в прошлый раз в светофоре. и он такой дорогущий. Вот. И он совсем-совсем пресный. Совсем пресный какой-то. Его надо бог знает сколько. Вот если спагетти ешь и кетчупа добавить, очень много надо. Фарш в прошлый раз был более густой фарш, а этот раз какой-то жидкий. Надо руку по это самое помочить, иначе на руку все все липнет на руку. Вот. Что еще здесь я не положила? Буку положила. Яйцо не вбила. Вот оно что. надо еще яйцо сюда. А я забыла. Так. Помою руку в этой воде, где булку мочила. Так. Надо что-то, надо чем-то вытереть. Надо чем-то вытереть. Не вытирать же о полотенцах такую руку. Все. Поеду в этот самый фикс прайс. Надо будет тряпочки новые купить. Все девочки положила уже котлетки жарятся. Но вы знаете, что в этом фарше столько воды. Прямо вот они напихали воды в этот самый фарш. Жидкий какой-то. Я немножко налила масло. А посмотрите, сколько там прямо котлеты плавают в воде. Прямо в воде. Вот как-то вот. Вот всегда, когда начинают что-то новое делать, всегда хорошее, а потом начинают химичить. для того, чтобы вес набрать, подливают так в воду. Еще я вам хотела показать вот тот вот кетчуп. Вот он такой кетчуп. Кетчуп очень вкусный. Очень. Но его вы знаете, что вот куда-то в жарку очень жалко прямо, потому что кетчуп дорогой. А я сегодня не купила капусту, жарить не буду. Вот. Что это я делаю теперь? Я взялась, думаю, можно присесть. Ой, хотела показывать другое, переключился у меня телефон. Шмяка выпустила. Так, включилось мое это самое видео, я не хотела. Что я хотела сказать? Вчера я очень долго отвечала на комментарии Гела Юсупова. Она у меня в подписчиках похожа и давно пишет мне комментарии. Но, к сожалению, все комментарии не русскими буквами. Вероятно, у нее такой компьютер, потому что я знаю, что у меня одного одноклассника, а он живет в Америке. Вот. И когда он мне писал, он тоже писал как бы русским языком, но буквы были не русские. И вот это вот очень сложно. Я, конечно, отвечала по мере моей возможности. Вот. вот я вам покажу. Видите, вот как. Надеюсь, вам видно. Вот. Я, и она, главное, мне очень много вчера писала. Разбирала тоже мои слова по полочкам. На каждое писала. Я старалась, конечно, прочесть и ответить на каждое, но если уже был ответ еще потом на еще на ответ, то я уже потом не читала. Я собралась, мне надо было ехать, поэтому я не читала. Но дело в том, что тяжело. Вот это вот тяжело. Хотя бы хоть слова тут русские, но сидеть и соображать тяжело такие вот комментарии читать. Я не знаю это самое. Она, наверное, с Прибалтики. Но я читала все равно читала и попыталась пыталась это самое отвечать. Кто-то мне тут написал, что снимайте мукбанги. Девочки, нет, это не мое, это не мое. А кто-то написал, не снимайте мукбанги. Зачем они надо? Мы не будем это смотреть. Вот. Сколько людей, столько и мнений. я, девочки, снимаю, ну вот появились какие-то мысли. Что-то сделала, куда-то сходила, вот так особенно нечего снимать. Сегодня даже я как-то даже и компьютер не смотрела. Обычно я утром стою, заглядываю в телефон, быстренько смотрю, что там у меня, кто-то что написал. Может, там уже пора их переворачивать. И палки, надо же мне это самое взять эту крышку и закрыть кукурузу. Вот моя большая крышка, иначе она возвращаемся, возвращаемся сюда. Так, вы меня видите в зеркале. Вы меня видите в зеркале. Надо, чтобы вы видели у меня вот это. Прикроем, прикроем, сделаем меньше огонь. Сколько надо варить всю эту самую кукурузу? Девчонки, сколько ее варить надо? Кто мне скажет? Кто мне скажет? Кто подскажет? Ой, мои котлеты уже зажарились, уже зажарились и плавают, и плавают в воде. Сейчас я их быстренько переверну, только чтобы мне не забрызгать, не забрызгать телефон. Вот, у меня еще осталось, еще хороше осталось, еще на вторую сковородку получится. Пусть жарится, я сейчас наверное сделаю поменьше огонь, чтобы мне не отвлекаться, чтобы мне не отвлекаться. Вот, сегодня даже выключила я отопление на ночь, а утром проснулось холодно, холодно, потому что вчера была вот тоже такая хорошая погода, красивая, как сегодня. Ну так хорошо, сейчас я вам покажу, какое солнышко. Сейчас я вам покажу, как солнышко. Смотрите, как ярко, ярко на солнышке, тепло, тепло. Вот, но ночью было холодно, а ночью было холодно. Так, так о чем я, о чем я говорю? Потеряла мысль, потеряла мысль. о том, что мукбанги я снимать не буду, есть на камеру я не буду, я не хочу вот этих комментариев, конечно, их будет больше, обязательно напишут, что старуха, ты зачем ешь на камеру, кто-нибудь зайдет такой, обязательно такое напишет, это уже как пить дать. Вот, не хочу, чтобы меня обзывали старухой, не хочу. Ну да, мне много уже лет, много. И пластику я никакую не делала. Какая есть, такая есть. И морщины есть, все есть, мои годы, мое богатство, да? Вот. Может быть, может быть, если бы у меня было большое количество денег, может, и я бы тоже начала подумывать, ах, может быть, мне там где-то что-то подтянуть. Иногда вот так вот раз, посмотришь, вот. Ну, конечно, в меру, конечно, в меру, не так, как некоторые артисты делают, как сделают, что они были лучше в жизни, чем когда сделали вот эти вот. Я вспоминаю Горченко, как у нее уже, какие у нее глазки стали маленькие, как она уже затягивалась вообще лицом, была кукольная, а лентова, как сделала пластику тоже, там что-то у нее не получилось, какая она стала страшненькая, такая красивая была женщина, правда? А вот, а многим даже попортили все. Да ладно, да ладно, это не мое дело, им хочется, у них есть за что, у нас не за что, мы будем такими, какими мы есть. есть хочется, вот какие есть, а есть хочется, но я же не поставила ничего себе варить, только жарю котлеты и кукурузу варю, а вот синенькие, еще мне синенькие, зачем я положила лук в холодильник, еще мне синенькие приготовить, помидор нету, кусочек лука осталось там, но как это я кетчуп забыла? Помидоры я не взяла, потому что тяжелая капуста, она сразу у меня заняла столько веса, вот, а почему я не купила кетчуп? Я про него совершенно забыла, так бы сейчас синенькие кетчупы добавила или капусты натушила, нам, наверное, придется мне видно варить спагетти. Кетчуп у меня есть, котлетки будут, суп у меня еще тоже есть сегодня, так что как в мультике, используй то, что под рукой, не ищи себе другое. Вот так вот, и потом вот это вот закончу, и пойду я, наверное, в беседку. Надо ловить последние солнечные лучики, последнее, последнее тепло. Но уже, видите, даже если сейчас бабье лето будет и будет тепло, мы уже оделись, и опять раздеться в летнее платье уже навряд ли кто-нибудь будет раздеваться. Дома я еще вот так вот еще в летнем хожу, потому что я, и конечно, если бы я не подтапливала, не включен у меня был котел, в доме был болезник, вот, то я бы замерзла. Да, вчера Аришке, она мне говорит, я собираюсь к ней ехать, она говорит, ты одевай теплые носки, у нас в квартире холодно. Я говорю, ты же знаешь, что я не ношу теплые носки, у меня их вообще нету, вообще нету теплых носков. Одна какая-то пара есть, я не помню, кто-то из подписчиков мне присылал посылку, по-моему, это было Инночка, вот, и там были розовенькие носочки, вот они у меня есть, вот, а это самое, а так у меня нет, я не покупаю вот эти вот теплые носки, я их не ношу, я все время ношу капроновые, в туфли ношу капроновые, в ботинке капроновые, сапоги ношу, и тоже там капроновые, даже зимой, вот, а она мне говорит, как-то у тебя нету, когда ты в больнице была, я тебе передавала три пары носков, говорит, одна пара, я две купила, и одна пара у меня была, и я все три пары тебе передала в больницу, я говорю, я не видела носков, не было их, вероятно, они ушли, эти носки ушли туда же, куда ушли мои йогурты, и баночки с мясом, детское питание, ну вот, потому что, когда мне передали, это вот, йогурт, такой основательный был пакет, потому что Ариша ездить не могла, она заказывала такси, оплачивала еще этому самому водителю, платила за то, что он возьмет этот пакетик, который она мне приготовила, и отнесет его, передаст в больнице, чтобы мне, как передачку передали, вот, и она говорит, я передала, вот я этот пакет видела, его поставили мне на окно, потому что моя кровать была рядом с окном, но ведь я была без сознания, третьего, двадцать третьего меня забрали, двадцать пятого я только помню, что я вот это вот увидела, я спросила, какое число, вот, почему я спрашивала, я сейчас не помню, понимаете, это вот как-то в тумане, вот это вот все, вот, потом я уже начала осознавать все, что я в больнице, и все, и слушайте, вот постоянно вот, как-то вот выбросить из памяти вот это вот все, что было, нет же, постоянно, постоянно это все прокручивается, потому что всплывают все время какие-то новые факты, но, и я помню, что у меня на окне, у меня лежали памперсы, потому что я лежала, мне вставать не разрешали, они меня привязывали, вот, лежали эти самые влажные салфетки, и этот пакетик вот с этими, с этими продуктами, вот, все остальное у меня лежало в этом, она мне там, она мне одела тогда майку, я это самое, какая-то майка у меня была еще в мешке, и в этом самом, в ящичке, я потом это посмотрела, но носков я там не видела, во всяком случае, вот, и на завтра уже, я хотела съесть йогурт, и смотрю, что у меня этого пакетика уже нету, вот, я это самое спросила, говорю, а где у меня тут пакет стоял с этим самым, не знаем, я говорю, может в холодильник кто отнес, поставили, чтобы не проплошь в палате, посмотрели, говорит, нет, ничего нет, вот так вот это все, приехала ко мне, все пропало, а тут вот Ариша стала мне про носки говорить, что она мне передавала еще и носки, три пары новых носков, но когда я уже домой собиралась, я естественно все это забрала, то, что у меня там уже в этом сам лежало в тумбочке, и тут все это разобралось, носков никаких не было, тоже, и носки тоже сперли, вот, предполагаю, конечно, кто это сделал, вот, потому что одна, одна только женщина, которая могла вставать, вот, а три там бабульки лежали очень-очень старенькие, и можно сказать, что они были без сознания вообще, вот, с мозгами была я, и еще одна напротив, которая помоложе, но там такая была, дело в том, что почему я так про нее думаю, потому что я у нее потом видела, я, когда меня привязали, я отвязалась и пошла в туалет, и я видела свои баночки у нее, пустые, вот, поэтому я так вот и предположила, ну, не поймала, значит, не поймала, значит, не пойман не вор, как говорится, вот, ну, а тут вот новые факты всплыли, что еще и три пары новых носков у меня было, и ни одной, и ни одной не осталось, если бы они были, конечно, я бы отдала сейчас Арише, потому что она носит теплые носки, и дома она не ходит в тапочках, она ходит в носках, вот у них привычка, что у Лены, дома в носках ходить, что у Ариши, а я не могу, мне надо тапки, но последнее время я уже ношу тапочки такие, знаете, не большие такие, сейчас я вам покажу, а на этом самом заказала, вот такие вот, вот такие вот тапки, мне так нравятся они, были у меня зимние, но иногда, конечно, одеваю и пятки заламываю, а иногда одену как надо, но так удобно в них ходить, очень удобно, и не так жарко, и не это самое, и не цепляешься нигде, всегда как в носочке, вот, вот так вот, что я там, что я там наговорила, сколько там минут, чтобы я лишнего не наговорила, я уже тут поснимала, все, мои дорогие, давайте я на сегодня закончу это все, сейчас буду дожаривать котлеты, с чем вот мне грибы сделать, я не знаю, с яйцами я не хочу, я как-то не очень люблю жареные, ни яйца, ничего, ни омлеты, это вот редкий случай могу, это самый омлет сделать, а так, тем более у меня, наверное, молоко подкисло, что я буду, макароны сварить, или хватит мне суп, котлетку, на обед, синенькие поджарить, тоже ж надо было бы кетчуп, наверное, синенькие, как вы думаете, или грибы с синенькими пожарить, может, а? Ну и немножко добавить этого вкусного кетчупа, ну и лук есть, еще лук у меня есть, ладно, буду думать, буду думать, что мне с ними делать, а может, сейчас сварю макарон, поем, наемся, и уже ничего не буду думать, и ничего не буду делать, вот, а пойду к компьютеру какой-нибудь фильм смотреть, нет, у меня есть дело, мне сегодня, я же еще так ванну не очистила, как купила в Фикс Прайсе вот эту вот бутылку, так я и не взялась за чистку ванны, вы там меня просите показать, что у меня в ванне, а мне стыдно, мне надо сначала ванну отмыть, отчистить, да у меня там ничего интересного нет, никаких импортных, красивых бутылочек у меня там нету, вот, так что там особенно и показывать нечего, хотя я как-то снимала вам видео там, ладно, мои дорогие, на сегодня все, встретимся завтра, Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...